Дорогие друзья, здравствуйте! В эфире программа «Молитва, передвигающая горы». Сегодня мы с вами познакомимся с молитвенным опытом нашей гости. Мы прочтем стихи из Священного Писания и, конечно же, будем молиться о тех молитвенных просьбах, которые пришли к нам на передачу на протяжении этой недели, и прочтем те, которые вы пришлете во время этого эфира. И предлагаю в самом начале попросить у Бога благословений. Давайте мы помолимся. Отец наш Небесный, Господь наш и Бог, мы бесконечно Тебе признательны за жизнь, которую Ты нам подарил, за жизнь в Господе нашем Иисусе Христе, за радость, которую Ты даришь детям Твоим, за то, что Ты желаешь делать всех нас счастливыми, и Ты осчастливливаешь нас тем, что слышишь наши молитвы и отвечаешь на них. Благослови, пожалуйста, чтобы все, что будет сказано здесь, в этом эфире, было для Твоей и только Твоей славы, потому что только Ты один достоин поклонения и хвалы, наш любящий Бог, Отец, Сын и Святой Дух. Аминь. Прямо сейчас Вы можете написать Ваши молитвенные просьбы и слова благодарности нашему Богу внизу под этим видео в строке комментариев. Если Вам удобно, Вы можете выслать их текстовым сообщением на номер телефона 916-827-8540. Мы прочтем их в прямом эфире и передадим в наши молитвенные группы. И еще. Если Вы находитесь в округе Сакраменто или на ближайшей территории, и у Вас есть молитвенный опыт, которым Вы хотели бы поделиться здесь, на нашей передаче, Пожалуйста, позвоните нам по номеру телефона 916-254-8182. Мы верим, что и этот эфир станет благословением как для нас, участников, так и для тех, о ком мы будем молиться. Ну а сейчас пришло время представить гостью нашей передачи. Исфирь Завричко. Исфирь, здравствуйте. Здравствуйте. Прежде чем Вы расскажете свой молитвенный опыт, мне хотелось бы, чтобы наши зрители немножечко с Вами познакомились. Скажите, откуда Вы родом? Ну Вы хорошо задаете этот вопрос, потому что говорите, откуда Вы родом, и это все делает легче. Я родилась в Азербайджане, в городе Баку. В Азербайджане родились, да? Так, значит, Вы меня заинтриговали своим ответом, это легче. А если сложнее, что Вы имели в виду? А если сложнее, то я не знаю, откуда я, потому что у меня очень много домов. Домов? Ну, очень много мест, которые я считаю моей родиной, потому что я жила в Азербайджане, в Грузии, в Кыргызстане, в Турции, в Ливане и сейчас здесь. Ого, и в Ливане. А каким образом, и как давно вообще, во-первых, как давно Вы оказались здесь, в Соединенных Штатах? В Соединенные Штаты я приехала в августе прошлого года, так что будет год на следующий месяц. Будет год. В следующем месяце уже будет год. Да. Как с языком у Вас, с английским? Нормально? Хорошо? Да, я уже... Ну, я так чуть-чуть услышал уже, что Вам иногда легче говорить по-английски, чем по-русски. Ну, уже некоторые слова. Некоторые слова. Так, а сколько языков Вы знаете? Ну, четыре, я думаю. Ну, два из них очень похожи друг на друга, поэтому три-четыре. Это азербайджанский? Да, азербайджанский и турецкий. И турецкий, ну да, конечно, да, понятно. Да, очень похоже. Хорошо. Ну, большое спасибо, что Вы стараетесь здесь у нас на программе говорить на русском языке. Хотя, насколько я знаю, у Вас мама азербайджанка, да? Да. Папа из Молдовы. Да. И в России Вы никогда не жили? Нет. Спасибо большое за то, что стараетесь говорить по-русски. Нет. Хорошо. Есфирь, ну вот Ваше имя само за себя говорит, что Вы наверняка родились в семье верующих родителей, да? Правильно, я, да. Да, я родилась в адвентистской семье, но мои родители не были адвентистами с рождения, они как бы, они пришли к Богу в своей жизни, а я уже родилась. Тогда, когда они уже всё, нашли Бога, да? Да, уже, да. Мой папа, он в 15 лет крестился, а мама где-то в 19 или 20 лет. И интересно, что мой папа крестил маму, но тогда ещё не было никаких фанов, и никто ничего не знал, но это интересно, что папа крестил и маму тогда. А вас? Да, и меня тоже папа крестил, и моих двух, братика и сестрёнка тоже папа крестил, так что всех нас папа крестил. Вы все здесь находитесь сейчас в Соединённых Штатах? Нет. Нет. Только я и мой брат в другом штате, он учится тоже в университете. Так, хорошо, ещё, не знаю, насколько корректный вопрос, так каким образом вы оказались здесь в Сакраменто у нас? А, в Сакраменто, я приехала делать, проходить практику здесь, в одной адвентистской организации, и вот этим летом 10 недель я буду в Сакраменто. 10 недель? Да. Отлично. Тогда я надеюсь, что мы ещё встретимся здесь, в этой студии. Да ибо. Хорошо, Испирь, ну вот вы родились уже в семье верующих, как вы говорите, в адвентистской семье. Скажите, а как давно в вашей жизни Бог начал передвигать горы по вашим молитвам? Помните вот какие-то, может быть, или детские истории, или уже когда, уже постарше, когда были, вот какие-то вот особые случаи, можете вспомнить какой-то особый случай, который вот вас особо вдохновил, что вам показалось, ну, Бог действительно передвинулся в этот момент горы? Да, есть такой случай, одна история, которая вот сразу на ум пришла, и это было в 2015 году, мне, не знаю, сколько мне было, 13-14 лет, и эта история состоит в том, что... Рассказать? Да, да. Ну, мы жили тогда в Кыргызстане, и одним летом мы хотели поехать в Азербайджан на лето, посетить, ну, всю семью с маминой стороны, и мы как раз купили новую машину, ну, мы ещё были дети, ну, я и мои двое... С сестричкой, братик, да? С сестричкой, братик, и мы сильно радовались и хотели поехать в Азербайджан на этой машине нашей. Но была одна проблема, что наша машина была праворульной, и была 2003 года, а в Азербайджане законы были, что в Азербайджане не разрешаются праворульные машины, и машины, которые старше 2008 года. Ага, то есть она с одной стороны была праворульная, а с другой стороны уже слишком старенькая, да? Да, и поэтому мы сильно огорчились, конечно, когда папа сказал нам такие законы, но мы дети ему сказали, что нет, папа, давай поедем на нашей машине, мы верим, что Бог сделает чудо. Мы не знаем как, но мы будем молиться, ты веришь, ты нам говоришь, молиться нужно, и мы сейчас говорим, что давай будем молиться, и мы верим, что Бог сделал чудо. Ну, папа так немножко посмеялся, сказал, ну, как там законы, что ли, изменятся, что может произойти, если, ну, большое чудо должно произойти. Но посмотрим. И, короче, время настало, чтобы выйти вот на очень долгое, на очень долгое путешествие, и мы начали ехать, и, ну, и мы дети, мы молились. Мы начали молиться сначала, и там каждый день молились, но папа, у папы был план, чтобы мы до Грузии доедем, оставим машину и переедем, пересядем на автобус и поедем на автобусе, потому что, ну, такие законы, дети пока не понимают, но взрослые понимают, как делать. Но вы молились все, да? Дети молились. Но мы дети молились, и там у нас 6-7 дней поездка делась, как бы очень много там ездили, и потом, наконец-то, пришли в Грузию, и вот настало время, когда в Азербайджан, и папа нас спрашивает, ну, что, детки, что делаем? А мы все смотрим друг на друга, и потом на папу говорим, все, идем, рискуем, идем вперед, мы верим, что Бог сделает чудо, если он этого хочет. И вот доехали, и вот здесь граница, папа остановился, и мы потом все вместе с семьей помолились, и мы сказали, что, ну, что Бог видит наше искреннее желание поехать и покатать всех наших родных на этой машине. И потом, ну, папа помолился, и потом, ну, наше сердце, мое сердце очень сильно билось, там, что будет сейчас? И потом мы приблизились, ну, первый человек, он так смотрит на нас, мы дали все документы, он молча смотрит там внутри, проверил всех нас и пропустил вперед. И сейчас там, сейчас таможенник, главный человек, куда... А, который может не пустить, да? Да, это... То пограничник первый был, а потом таможенник. Да, да, пограничник. И потом мы сидим в машине, папа вышел и там на очереди стоит, а мы смотрим, что много людей к нему подходят, что-то говорят, ну, из других машин, водители других машин вокруг. И мы так волнуемся, что они говорят, но потом папа нам рассказывал, что все они к нему подходили и говорили, ты что, у тебя право-рульная машина, как тебе вообще внутрь границы разрешили пройти? Ну, папа говорит, да тихо, вы что, вы тут летите? Не мешайте, да. Да, и вот там, ну, он, мы смотрим, как бы, он, папа что-то говорит, уже с таможенником, говорит, говорит, потом пришел в машину, и мы говорим, что, что случилось? Тихо пока, тихо. И потом едем, ну, продолжили, и там последний пограничник, он, который уже проверяет еще раз документы, потом точно впускает в страну. И он посмотрел опять на документы, да, он сказал, добро пожаловать в Азербайджан, и мы заехали на нашей машине в Азербайджан, и это было такое чудо. Бог передвинул горы, да? Да, Бог передвинул горы, и это было невероятно, и я там плакала, что невероятно, Бог ответил на нашу молитву, и он сделал чудо. И на следующий день, и мой папа вся с ней, они в шоке были, что как это вообще могло произойти? И на следующее утро папа читает новости, звонит там другу, что смотри, фотографии отправляют, они говорят, как это произошло? И потом этот человек, ну, посмотрел в интернете, все проверил, говорит, Иван, ты знаешь, что случилось? Ровно неделю назад Азербайджан поменял эти законы и отменили эти законы. А, запрет сняли, да? Да, и сейчас, вот неделю назад уже дали разрешение, чтобы машина, ну, все машины могли уже въезжать. И это тот момент, когда мы начали молиться, и это было невероятно. Да, да. Этот опыт подпитывал вас, да? Да, это уже как бы начало моей личной... Личного опыта с Богом, молитвенного опыта, да? Да, личного пути с Богом. Отлично. Ну, Исфирь, а какой опыт вы приготовили вот на сегодняшнюю программу молитвенную? На сегодняшнюю программу я приготовила историю где-то с двух лет назад. Два года назад, которая произошла, да? Да. И хотел бы вам сегодня поделиться. Мы все во внимании. Уже первая история нас заинтересовала. Что же будет теперь? Интересно. Да. Но в этот период мы уже жили в Турции. Мы жили в Турции, и я и папа должны были полететь в Молдову на лето. Ну, у нас там были планы. И как бы был обычный день. Это уже настал день, когда мы должны лететь. Я встала, проснулась и... Ну, я... Ну, у меня привычка, что каждый день молюсь и читаю Библию. И это был очередной день. С утра, да? Да, с утра. Я помолилась, прочитала Библию, прочитала Дух пророчества. И Аминьского зала закрыла книжку, поставила, и начала... Начался мой день. И я начала собираться, готовиться к путешествию, к полёту. И мы, ну, выехали с дома, приехали в аэропорт. Был четвёртый час. Четыре часа было, мы приехали в аэропорт. А у нас самолёт был в 8.30. А, за четыре часа, вы говорите? Да, мы за четыре с половиной. Да, мы заранее сюда приехали. И интересно, что как только приехали, там, этот, папа говорит, ну, что-то мы слишком рано приехали, что сейчас будем ждать? Я говорю, да, не надо было, наверное, так рано приезжать. Но сказали, ну, ничего. Но мы почему рано поехали? Потому что нам нужно было что-то заплатить перед тем, как проходить этот паспортный контроль и всё это, идти к самолёту. Нам нужно было внутри аэропорта пойти в одно место и заплатить там какие-то, ну, за что? Короче, что-то нужно было сделать вам, да? Да. И, ну, мы первым делом пошли туда и пришли в это место и смотрим там очень много людей. Большая очередь, да. Очень много людей, все сидят. И мы думаем, интересно, они все, ну, сюда в очередь стоят. И, ну, мы пошли там, нам сказали, что идите там, нужно очередь брать. Там такие маленькие талончики. И там наш номер был написан. И мы взяли этот талончик, и я помню, там был номер 1072. Наша очередь была 1072. А там мы посмотрели на экранчик, там был 1029 номер. Ну, где-то... Ну, это 40 с чем-то человек ещё должны впереди. Да, почти 50, да. Почти 50 человек перед нами. Мы говорим, ну, не так-то уж плохо, да, как бы здесь... Да, тем более время есть, вы заранее приехали. Четыре часа, конечно же, зачем волноваться? И там ждём. Подождали 15 минут. И смотрим на экран, только три человека продвинулось. За 15 минут только три человека пошло вперёд. И мы... И я говорю, папа, что-то здесь очень медленно идёт, эта очередь. Что происходит? Мы пошли посмотрели там окна, где, ну, офицеры работали. Там было шесть окон, шесть человек должны были работать. Но там только один работал, только один человек сидел. И папа говорит, там только один человек работает, давай помолимся. Чтобы... А то, если так будет продолжаться, то мы можем... Вы можете опоздать. Мы можем, да, опоздать на наш самолёт. И мы говорим, да, давай помолимся. И мы с папой встали, помолились. И после этого через несколько минут смотрим, один человек пришёл, и сейчас два человека работают там. И мы говорим, всё, хорошо, сейчас будет быстрее идти очередь. Подождали опять 15 минут. Немножко больше людей прошло, но опять очень мало. Четыре или пять человек продвинулось. И уже полчаса прошло, а ещё там 30 с чем-то было. И мы так опять помолились. Папа сказал, давай ещё раз помолимся. После второй молитвы ещё один офицер пришёл. И уже три окна... Надо было побольше молиться вам. Да, уже три окна работали, уже начало быстрее идти. И мы там ждём, ждём, ждём. Очень медленно время идёт, но... И очень медленно очередь продвигается. Но потом смотрим, папа говорит, давай ещё раз помолимся, а то мы... Уже подходит время. Уже почти 7 было, и мы начали, что в 7.30 у нас посадка начинается. Уже было 7. Я точно не помню, какой там номер был, но я помню, что ещё там 20 или 30 людей до нас должно было быть. Мы помолились в третий раз. И после третьего раза тоже какой-то человек пришёл в рандом и там встал. И сейчас больше людей работало. И в это время, когда мы ждали, молились, к нам подходит одна женщина. Она была мусульманкой, но она не была турчанкой. Она по-русски говорила. Она по-русски говорила, и у неё было 5 детей. Вот так, 12, наверное. Ну так, по росту. И у них самый маленький, и она в коляске была. И у этой женщины она одна была. Без мужа. Без мужа. Не было, мужа не было. И вот пятеро детей, она одна с ними и в Турции, и не понимает турецкий. И она пришла и просит нам объяснить, что происходит. Её отправили сюда что-то платить, она ничего не понимает. И папа говорит... И папа там объяснил ей по-русски, что вот вы должны взять номер, талончик, и вы должны тут заплатить. И потом папа спросил, у вас во сколько вылет? Она говорит, 8.40. 8.40, как бы 10 минут позже нас. Но уже тоже мы смотрим, что она тоже в такой же ситуации. И она тоже может опоздать. Тем более она только что взяла талончик, и она же после вас идёт, получается. Да, да, да. И мы взяли, и она так немножко заволновалась. Но мы сказали, ну дай бог, мы молимся. И потом она пошла там где-то гуляла, и мы тут ждали. И потом она обратно прошла. Уже было там... Уже было 8... Нет, уже было 7.45. 7.45, у нас 8.30 вылет, посадка уже началась. Посадка уже началась 15 минут назад. Мы сами уже очень там волнуемся, молимся, смотрим за... За этими окошками, как они работают. Да, и мы туда-сюда ходим. И эта женщина приходит к нам опять второй раз, и она говорит, помогите, у меня... У неё был номер 1084, у нас был 1072, а там на окошке, наверное, показывало 1065, или где-то так. Но она точно опаздывала, получается. Да, она уже точно опаздывала. И что она? И наше время приближалось. И папа тут... Папа начал там расспрашивать разных людей, у кого до 1084, кто раньше неё... Кто может её пропустить вперёд, да? Да, да, кто может её пропустить вперёд, потому что у неё уже 45 минут... Ну, пятеро детей, и уже, да, она опоздается. 45 минут осталось до её вылета. И там никто, никто не давал. Все говорят, да ты что, мы сами опаздывали. И все вот в такой ситуации. Все опаздывали на этот. И там-то как такой хаос был вообще. И в это время, когда папа искал, ну, как ей помочь, я смотрю в окошко, и вдруг вижу, что наш номер настал. 1072. И я говорю, папа, папа, смотри, наша очередь пришла. И тут уже офицер нас зовёт. И он такой злой был, уже устали. И он так зовёт нас, и папа смотрит, папа, ну, с ними, им пытается помочь. И вдруг я говорю, что всё, наше время. И мы сами опаздываем. И вдруг папа смотрит на меня, говорит, Иисуи, что делаем? И вдруг в этот момент мне... Я вспомнила то, что я читала этим утром. Я вспомнила... Я читала книгу «Наглядные уроки Христа». И главу, 27 глава, и там это было... Назывался «Кто мой ближний?». И вот в этой главе основная мысль была любить ближних, как самого себя, и не быть эгоистами. И вот в тот момент, когда вот наше время наступило, мне вот в голову... вот эта мысль чёткая пришла, что Богу будет очень приятно, если мы сейчас поможем их детям. Этой женщине. Этой женщине. И в тот момент я сказала папе, «Папа, дай им наш талон, и мы возьмём их место. Пусть они сейчас идут». А папа... Папа на меня так посмотрел. «Ясвирь, у нас 40 минут осталось до вылета, уже посадка началась. Ты уверена? Ты знаешь, что говоришь?» Я говорю, «Да, папа, я... мне без... Я верю, что Бог может сделать чудо, если Он захочет. Если Он захочет, чтобы мы успели на наш самолёт, Он что-то сделает». Дополнительно окошечко ещё откроется. Два окошечка, три... Я не знаю, что будет, но я знаю, что Богу будет очень приятно помочь Его детям, особенно вдове и её пятерым детям. Они языка не знают, им это больше нужно. Если мы пропустим, хотя бы мы сможем купить, а у них не было денег, они в чужой стране, они бы никогда не смогли купить новый билет. И вот буквально... И что папа? Это же папа должен был принять решение. Что папа принимает? И папа посмотрел на меня на несколько секунд, и это буквально всё в секунды происходило. И он резко взял их талон и дал им наш талон и сказал, «Идите, проходите, это ваша очередь». И эта женщина так ничего не поняла. Я говорю, «Что? Что?» Она так не поняла. Поговорит, «Идём, идите, это ваша очередь». И потом она прошла, а я помню, там 12-летняя девочка, она отстала от мамы, она посмотрела мне в глаза, и у неё немножко прослезились глаза, и она сказала, «Спасибо». И мне так... И мне так на сердце радостно было, что вот... моё сердце вообще наполнилось радостью, настоящей радостью. Я почувствовала, что означает радость, когда ты даёшь, и ты делаешь добро, и помогаешь. Жертвуя собой. Да, вот это... Жертвуешь своим местом, чтобы помочь кому-то и сделать чью-то жизнь лучшей. И вот в тот момент я чувствовала и представляла, как будто Бог улыбался на меня. Мне было очень радостно, потому что я смогла улыбку поставить на Божье лицо, на Божье лицо, и я знала, что я сделала правильное, правильный выбор. И я хочу прочитать эту цитату, которую я читала в то утро, и тут написано, «Делу Божьему нельзя служить эгоистичными поступками. Ведь если его цель – это благо бедных и угнетённых, то в сердцах его последователей должно быть нежное сочувствие Христа, глубокая любовь к тем, кого он признал столь ценными, что отдал свою собственную жизнь ради их спасения. Эти души столь ценные для Бога, что бесконечно превышают по значимости любое иное наше приношение». Посвятить всю энергию, быть может, действительно в великой работе, но при этом пренебрегать нуждающимся или отвергать чужеземца не означает совершать истинное служение, которое будет одобрено Господом. И вот в тот момент вот эта мысль пришла, что я каждый день, ну, я часто иду в церковь, я всегда иду в церковь, я каждый день читаю Слово Божье, я следую за Богом, я служу Ему в церкви, но Богу это приятней, когда мы Его детям служим и Его детей любим. Тут говорят, что это... И жертвуем с собой. Да, это приношение выше всего. Выше всякого. Да, выше всякого. Служение, которое может быть. И вот я тогда очень рада была, и папа, да, уже мы их как бы помогли, они прошли, и сейчас ждём сейчас новую очередь. И мы смотрим с папой, улыбаемся и смотрим всё. После этого всё, мы в Божьих руках. Уже 30 минут осталось до вылета, и мы всё отдали Божьи руки. Но на сердце был мир. Но вы готовы были пропустить уже Слово Божьего. Да, но я верила, что... Я хочу вот всегда видеть, я хочу верить, что Бог может делать, и Он будет делать такие чудеса. Да, мы могли пропустить, я бы всё равно хорошо себя чувствовала, но я хотела, чтобы увидеть, как Бог позаботится о нас после того, как мы позаботились о других. О Его других детях. Было 8-10, настала наша очередь. И в это время папа пошёл в очередь и сказал, Исфель, иди бегай и занимай очередь в паспортный контроль, потому что... Чтобы там время не терять, да? Да, истамбульский аэропорт, он огромнейший, и там очень много людей было. Я пошла, уже 8-20, папа прибегает, я смотрю, он так бегает, прибегает ко мне, мы там просим всех, разрешите, пропустите. Слава Богу, все пропускают, нам так дорога открывается. Так 10 минут уже всё, должно было закрыться. Ну, вообще, как бы, мы когда там проходили, там, рентген, когда всё ставили, там, офицер смотрит, мы такие, дышим очень быстро, торопимся, говорим, что у вас происходит? Мы говорим, у нас через 9 минут вылетает самолет. Он говорит, что? Наверное, уже двери закрылись, они раньше закрывают двери. Ну да. А папа, когда выходил, он посмотрел на него, он говорит, для Бога нет ничего невозможного. Он сказал так? Да. Он сказал. Я не помню, либо он сказал, либо он тихо, я не помню, но он такое подумал и сказал, я думаю. И потом, после этого, мы начали бегать, я в жизни так не бегала, без остановки. И вы бежали туда на самолет? И мы бежали на... На посадку. На посадку, на гейт, где вот, куда садиться на самолет. Мы пришли туда, было 8.28, 2 минуты до того, как вылет должен был. Пришли туда и увидели что-то невероятное. Смотрим, там очень много людей сидят, все спокойно ждут и все на нас так посмотрели. Мы тут прибегаем, ну прибежали, так дышим. Подождите, люди не в самолете сидят. Люди не в самолете. А люди в аэропорту еще сидят. Люди в аэропорту. За 2 минуты до вылета. За 2 минуты до вылета. И как только мы пришли, там кто-то сделал объявление, что посадка на этот самолет только что начинается. И тогда все встали и встали на очередь, и мы тоже присоединились и спокойно зашли в самолет. Получается, на час позже вылет сделали самолета. Да. Вот как только мы туда пришли, тогда началась посадка. Бог на час остановил эту посадку, чтобы мы успели на наш самолет. Да. Что вы чувствовали тогда? Гора передвинулась. Гора передвинулась, и что-то невероятно стало в моей жизни. Потому что я помню, то утро, ну когда вот я читала, каждый день читаю, читаю, и после какого-то момента это стало просто рутиной. Я читала, но я ничего не чувствовала. То, что эта голова я чувствовала, я, это меня не трогало. Это просто было мертвой верой, как будто читаю, и все это основано на рутине. Но вот в тот момент у меня было настолько много эмоций, и я хотела просто кричать, и всем говорить, люди, вы знаете, что Бог сделал, вы знаете, что Бог чудесный, что Он заботится о Его других детях, и о нас, и делать чудеса, останавливать самолеты. И вот тогда моя вера стала живой. Вот я прожила все, что вот тут было написано, эгоизм, или любить других. И все это вот стало живой верой, и я была очень рада. И я вот весь этот полет, я постоянно об этом думала и вспоминала, и благодарила Бога. Слава Богу, слава Богу, Исфирь, какой чудесный опыт, слава Богу. Слава Богу. Да, друзья, слушая опыт нашей гости, мне с одной стороны легко представить девочку, воодушевленную верой в небесного Папу, девочку, которая предлагает просто довериться Богу, как в той библейской истории с пленной девочкой и сирийским полководцем Нейманом. Помните ее слова? Давайте мы прочтем. Это четвертая книга царств, пятая глава. Она, та девочка, сказала госпоже, сказала госпоже, если бы мой владыка обратился к пророку, что в Самарии, тот спас бы его от проказы. Друзья, вы заметили? Та девочка пленная не загружена была человеческими или национальными проблемами. Она просто желает добра ближнему. Это все с одной стороны. А с другой стороны, в услышанном сегодня опыте, мне непросто представить отца нашей гости Есфири. Почему? Но он взрослый человек. Он глава семьи. Как никто другой, он понимает, чем грозит опоздание на самолет. На нем лежит ответственность. Что подвигло отца нашей гости принять такое рискованное решение? Думаете, простое желание угодить любимой доченьке? Хотя и этот мотив отчасти наверняка присутствовал. Знаете, я подумал, а может быть, в ее словах отец услышал волю Господа? Может, среди шума суеты он распознал голос Бога? В Библии много случаев, когда обычные люди распознавали голос Бога и, несмотря на риск, шли, не страшась возможных последствий. Это, например, и юноша Давид, принявший вызов Голиафа, этого огромного воина. Это и молодой Анафан, который с одним только лишь слугой прошел против целого отряда филистимлян. Да и многие другие, подобно им, были Вадимы Богом. Они слышали Его голос и ощущали Его волю. Кто-то может значительно так сказать, ну да, но все это не так просто. А вы как думаете, все люди могут слышать голос Бога? Я думаю, каждый человек рождается со сверхспособностью слышать голос Бога. Только вот среди прочих голосов, ну, например, наших желаний, наших страхов, там и так далее, и так далее, Его голос можно и не услышать или неправильно понять. Ведь этому нужно учиться. Знаете, в личной молитве, когда мы молимся, вот прислушаться вот голосу Бога легче, а вот в повседневной жизни, в суете, в аэропорту, когда опаздываешь на самолет, вот здесь, мне кажется, нужна практика. Думаете, Бог в той очереди обратился только к Есфире и ее отцу? Не думаю. Мне кажется, Небесный Отец хотел помочь той женщине с детьми и через других людей. Бог хотел наполнить чудом жизнь других людей, которые там стояли в очереди. И вы знаете, в этот момент мне хочется спросить самого себя. Сергей, а в твоей жизни часто происходят чудеса? Знаете, друзья, может быть, в нашей жизни тоже было бы больше чудес божественного вмешательства если бы мы внимательнее прислушивались к Его голосу. Да, этому нужно учиться. Можно сказать, методом пропы, ошибок. Ведь у Господа каждому свой подход. Каждому Он говорит по-своему. Ну, а начинать все-таки нужно насуединенных искренних молитв. Да, это непросто, но я уверен, что это того стоит. Ведь это принесет и нам счастье, переживая чудеса божественного влияния. Да и в мире чуть больше станет добра. А вы что об этом думаете? Я хочу попросить вас, Исфир, помолитесь, пожалуйста. Как вот вы уже имеете привычку, как имели опыты в том аэропорту. Помолитесь о всех просьбах, которые прозвучали и которые пришли к нам на программу. Хорошо? Молен. Дорогой Господь, мы благодарим, что Ты нас слышишь. Благодарим, что каждый раз, когда мы открываем наш рот и говорим с тобой, Ты нас слышишь, Боже, и Ты отвечаешь на все наши молитвы по Твоей прекрасной воле. Я хочу привести к Тебе все эти молитвенные просьбы, которые прозвучали здесь, и за те, которые в начале программы тоже были нам посланы Господь. Я, к сожалению, не смогла запомнить все имена, но Господь, для Тебя, у Тебя нет такой проблемы, Ты знаешь всех, Ты знаешь всех лично, и Ты знаком со всеми их болями и всех их горестями Божи. Я прошу, чтобы Ты пришел к каждой семье, Господь, и показал свою любовь, и Ты исцелил всех больных, Господь, чтобы эта женщина, которая болеет ковидом и большая температура, чтобы она исцелилась, Господь. И Ты, пожалуйста, дай комфорт и мирно сердце этим людям, которые потеряли своего отца. Это очень больно, Господь, и я не могу представить, как это сильно больно им сейчас, Боже, Ты укрепи их, укрепи их своей любовью Божией и своими обещаниями, что Ты придешь, и все мертвые в Тебе, Господь, воскреснут, Господь. И, может быть, и воскреснут те люди, которых мы не знаем, что они воскреснут, но Ты любящий Бог, и Ты можешь спасти их тоже, Господь. Мы благодарны Тебе за все исцеления, которые Ты сделала, за то, что в крови не было у этой женщины ничего плохого, что она исцелилась, Господь. И очень много раз Ты нам отвечаешь и даешь свои благословения, Боже. Благодарна Тебе, и мы все уверяем в Твои руки, Христос, и верим, что Ты уже ответил на все молитвы по Твоей святой воле. За все Тебя благодарим, просим во им Иисуса Христа. Аминь. Большое спасибо Иисфирь и за молитву, и за этот опыт. Получается, сегодня мы даже два опыта услышали. Знаете, я очень благодарен Богу за то, что вы оказались в Сакраменто и согласились прийти к нам на передачу. Я надеюсь, в скором времени, пока вы еще здесь на практике, мы все-таки встретимся еще в этой студии. Пускай Господь благословит вас. Всех ваших родных и близких. Благословит ваше служение здесь, в этом городе и жизнь в этой стране. Спасибо большое. Друзья, наша передача подошла к своему завершению. Я благодарен и Богу, и вам за время, которое мы провели вместе, за молитвы, которые мы совершили вместе. Еще раз хочу напомнить, если у вас есть молитвенный опыт, которым вы хотели бы поделиться здесь, на нашей передаче, звоните нам, пожалуйста, по номеру телефона 916-254-8182. Это была программа «Молитва, передвигающая горы». До встречи в следующую пятницу в 7 часов вечера по-тихоокеанскому времени. И пусть Господь благословит, хранит и подарит вам много добрых чудес. Продолжение следует...